Что будет дальше с экономикой, безусловно, волнует всех казахстанцев. К тому же, сегодня на форуме стратегических инициатив были озвучены прогнозы по этому поводу сразу на 7 лет вперед. Это и внешние, и внутренние риски, а также необходимые для результата экономические реформы. Детали обсудим с известным экономистом Алмазом Чукиным. Он сейчас на прямой связи со студией. Здравствуйте, Алмаз Таласович. И первый мой вопрос. Реформы, геополитику и самые актуальные вопросы в сфере экономики активно обсуждают профессиональные участники рынка и бизнес. Каким вы видите Казахстан через 7 лет? Ну, я вижу Казахстан успешным через 7 лет. У нас через 7 лет будет почти на 2 миллиона больше населения. У нас будет, наверное, чуть-чуть более диверсифицированная экономика. Но в целом Казахстан, конечно, за 7 лет не изменится. То есть за 7 лет такого рода перемены не происходит. Основной ориентир на то, что мы большая, минеральная, побывающая страна с большими подсказками. Ну, и большую роль будет играть растущее благосостояние людей. Соответственно, будет рост внутреннего рынка. То есть значение внутреннего рынка будет повышаться. То есть для бизнеса, для всех. Именно работа с населением. Хорошо. Алмаз Таласович, давайте тогда поговорим о нынешней ситуации. Экономический рост в Казахстане замедлился до 2,5%, хотя прогнозы в правительстве были выше. Насколько критично это значение и какие причины могли влиять на замедление? Ну, в целом это замедление, но другие страны, наверное, нам завидуют. В том плане, что во всем мире сейчас идет замедление, и 2,5% для плохого года это, в принципе, неплохой показатель. Хотя, конечно, рассчитывали на 4% в этом году. Я думаю, помешало две вещи. Во-первых, конечно, у нас очень сложный политический год и внутри страны, он и связан с разными событиями, и выборный цикл. С другой стороны, события в Украине, военный конфликт там, он к чему хорошему не привел. В том числе и с нашей проблемой с нормой экспорта нефтепроводов, который просто стоит, начинает работать. Сейчас он почти 2,5 месяца работал в полсилы. Я думаю, за старшие месяцы, может быть, что-нибудь нагонят, и, может быть, успеют выйти на 3% в этой экономике. В общем, это неплохой показатель. А сильнейшие экономики мира сейчас пытаются справиться с растущей инфляцией. Казахстан не исключение. Как вы знаете, этот показатель достиг почти 19%. Есть ли механизмы, которые могут реально повлиять на этот негативный процесс? Применяются ли они у нас? Основной проблемой инфляции, с одной стороны, это мало товаров, слишком высокий спрос платежеспособный. И в этом отношении есть два пути борьбы с этим. То есть увеличение производства. Если больше товаров, товары начинают конкулировать за покупателя, продавцы начинают снижать. Если ситуация, наоборот, товаров недостаточно, то, соответственно, идет повышение цен, то больше платят. Пока что мы пытаемся решать эту проблему, но не очень получается с производством и сим-картам. Зато больше стараемся с денежной стороны подойти. Вот это повышение базовых ставок национальных банков, сокращение программ и различные. То есть это попытка выровнять рынок, чтобы люди больше заберегали деньги, чтобы мотивы изменились. Потому что сейчас немного мышлений, что завтра подорожает, а поэтому сегодня пить. И это еще больше разгоняет инфляцию. Вот как раз таки о базовой ставке я хотела бы с вами и поговорить. Много споров среди экономистов и аналитиков вызывает денежно-кредитная политика Национального банка. Хотелось бы услышать ваше мнение касательно повышения базовой ставки. Насколько эффективно такое решение и может ли высокая базовая ставка влиять на рост ВВП? Базовая ставка, когда она повышает, называется сдерживающий эффект. То есть она остужает экономику. Потому что когда минимальная цена кредита 16%, количество желающих брать такой кредит должно уменьшаться. Когда базовая ставка идет вниз, вот как в США они боролись с кризисом, с ковидом, она почти до 0,5%. То есть, когда деньги бесплатные, конечно, мне хочется занять и что-то развиваться. То есть в этом основная роль базовой ставки – это стоимость денег определяется. В нашей ситуации сейчас Национальный банк имеет неразрешимую задачу, но как-то надо решать. С одной стороны, у нас до угрожающих темпов выросла инфляция, 18-19%, которые сейчас мы имеем. И осталось еще полтора месяца до конца года, посмотрим, чем год закончится. Но если мы год закончим с 20% инфляцией, это много и это очень плохо. Это фактически означает, что кошелек каждого казахстанца похудел на 20%. То есть, 100 тенге, которые в прошлом году были, в этом году превратились в 80 тенге. То есть, это одна сторона дела. Другая сторона дела, если Национальный банк повышает процентную ставку, это неизбежно замедляет экономики, это ограничивает возможности бизнеса частных лиц, занимать деньги. То есть, в этом и смысл. Это кровь для лекарства, как я его называю, или холодный душ для экономики. Но в то время, когда экономика вот так перегревается, и тут очень сильные процессы, ничего хорошего нет, но ничего лучше не придумали. И мой последний вопрос, на ваш взгляд, какие экономические реформы нужны, чтобы Казахстан был более устойчивым на фоне происходящего в мире геополитического шторма? Реформа, которая нам нужна, это больше рынка. Надо уменьшать количество государственных бизнесов, надо уменьшать размеры из сам рук Казаны, надо поменьше денег раздавать с государства на всякие роды программы и непосредственно бизнесменам. Деньги надо передавать больше, лучше потребителям, потому что, когда вы стимулируете спрос, вы тем самым создаете интерес для бизнеса. И вот наш там частный бизнес, он на это отвечает. Лома Сталасович, спасибо вам за ваше мнение. Субтитры сделал DimaTorzok